Дальше следует непереводимая игра слов с использованием местных идиоматических выражений. Не хотела я начинать ролик с печальных нот, но придется. Мы возвращались к даче. У меня сейчас проблема. Сейчас, погодите, друзья. У меня просто все двери заблокированы. В общем, что случилось? Мы вот так же стояли. Но мы сейчас отъехали. Сразу говорю, стояли на мосту. Вот он за деревьями. На поворот направо вместе вот с Hyundai. Стояли с поворотниками, чтобы повернуть. И на полном ходу в нас въехал вон тот X-Trail. Вот вы видите, он стоит за аварийным комиссаром. Соответственно, мы по инерции догнали Солярис. Ну, образовался такой паровозик. Не думал, что буду участвовать в такой аварии. Но вот так бывает, к сожалению. И, в общем, ну все живы, здоровы, все хорошо. Никто не пострадал. Все окей. Ну, у нас вот ушел двигатель. То есть смещение двигателя, как вы видите. Бампер. Ну, это как бы ерунда. Сзади там лонжерон треснул. Тут, в общем, вот такие вот повреждения. Ну, главное, теперь все проветривается. Наклеечки не пострадали. Здесь двери заблокированы, потому что, видите, тут чего. Тут все вот так. Да, дверь тоже заблокирована. Пассажирская, пассажирская левая дверь тоже не открывается. Вот здесь тоже все вот. То есть, видите, она уже намертва. Тут тоже все, в общем, заблокировано. Только водительская дверь у нас работает, к сожалению. Вот такие вот дела. Так началась моя рабочая неделя. Будьте аккуратны на дороге. Все, как бы, виной всему оказался сотовый телефон. То есть водитель был трезвий, все хорошо. Отлегся на сотовый телефон, и случилась вот такая ситуация. Ну, у водителя X-Trail здесь солярица. Здесь более-менее. Лайдово, задний фонарь, бампер, крыло. И, в принципе, у него даже багажник открывается и закрывается. Все окей. Мы, конечно, тут пострадали больше всех. Ну, такие дела. Время 6 часов утра. И у меня появился стимул теперь работать в два раза больше. Поэтому у меня сегодня два рейса. Точнее, для погрузки. Одна погрузка, одна выгрузка, еще одна погрузка. Так что вот так вот. И гружу я. Сейчас гружусь металлом. Это помощник. Помощник пришел. Грузчик. Они по две, да, тонны? Это 258. 58. Тут две. Да, 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 можно ставить. Так. Так. Неполь. Отком. Вз Sah. Трен. azhh. Трен. Трен. я загрузилась 2 пошел сейчас будем второго участника морализован скалаболе это грузить да ну все можно ехать можно ехать ехать у меня благо недалеко в область а потом во второй рейс о, Никита сейчас будет груз крепить сейчас мы ему пойдем помогать с грузом чтобы он не разлетелся у него ничего по дороге а я уже все закрепила ну все и Никиту загрузили правда мы закрепили только два балета увязали его все можно выезжать так газончик надо подзаправить у меня топливо еще вагон и маленькая тележка а вот газончику требуется дозаправка поэтому сейчас заедем на любимый Лукоил заправились и погнали в город Павлова в Новосибирске области ну все сейчас будет поворот на Павлова буквально через 1 км там останется 8 км до павлов до базы давай грузим поверните направо прямо 7 км поездки 30-80 ходи меня сейчас все окей там есть место для тебя пойти поездку две легковушки дальше еще едут но я скажу когда всегда друзья проезжая этот перекресток не перестаю удивляться высоте расположение пешеходных светофоров вот смотрите что справа что слева пешеходные светофоры здесь тоже расположены на несколько метров метров 6 наверное от земли наверное для людей великанов вот в это отверстие я буду заезжать это будет весело это будет весело это будет весело Играет музыка Играет музыка Играет музыка Сейчас у нас Никитина очередь Заруливать в это мусорное отверстие Вот в эту дырочку Он будет заруливать Вот на этом автомобиле Ловили Приноравливается К этому отверстию И заходит Ещё попал в первый раз, осталось ему в ворота заехать. Стой! 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 Всё, Никита у нас заехал, всё супер. Ещё туда, Никита, туда чуть-чуть, туда-туда-туда. Давай. Ну всё, я поехала на погрузочку. Давай. Пока-пока. Ага, пока. Поехала я, друзья, на погрузку. Здесь вообще промзона, наверное, дореволюционные постройки, судя по архитектуре. Но это уже современное, Советский Союз. А вот это, наверное, ещё царская империя. Пе-е-е, какая бочка вся в будроне. Вонху. Вот видим будрон для изоляции. Походу, друзья, это самый центр города Павлова. Вот там знак висит. Но направо... Блин, не знаю, я что там направо. А есть там страшно. Ну давайте попробуем. Страшно так страшно. Что ж теперь? Мы же рьяные блюстители ПДД, поэтому мы всё делаем правильно. Сейчас заедем, тут какие-нибудь провода. Мы же в России. Мы, несмотря на то, что мы рьяные блюстители ПДД, мы ещё же и в России находимся. А в России, знаете, как может быть, что там знак, а здесь не проедешь к грузовику. Там такое бывает. А с учётом моего навигатора, это испытание, оно усложняется. Вроде прошла. Больше всего, друзья, боюсь проводов. Людей без света оставить из электричества. С машиной заставлено. Ну, зато проехала через исторический центр города Павлова. Так, здесь конец односторонки. И, в принципе, я там выйду на шоссе, и всё должно быть окей. О, центральная улица. Я, кстати, здесь была. Это автостанция города Павлова. Я, по-моему, даже здесь где-то обедала. Знаете, про каких обстоятельствах? Я вам расскажу. Когда работала на газельке, развозила косметику Арифлейм, таким городам. Через 100 метров поверните направо. Окей. Поэтому я тут была. Провода, смотрите, как низко. Здесь, наверное, у них парк центральный. Пробираюсь через Дзержинский. И где в реке погрузки? Чуть-то там ворона умерла. Вон здесь даже, друзья, ворона вдохну. Просто такой. А я еду сюда на погрузку. Налево. Нет, там, по-моему, помойка какая-то налево. Не хочу. Налево я поворачивать. Сейчас буду перо пропусков искать. Зачем нам, друзья, Припять, когда у нас своя Нижегородская Припять есть? Это я, друзья, на проходной. Вот ведь как бы ковш лежит знатный, зачетный. Это вот проходная. Нужно здесь пройти по высоте. Вроде должна. Вроде прохожу. Вау. Смотрите, здесь чего. Здесь даже какая-то реконструкция. Или, наоборот, снос. Вот где в сталкер-то играть. Хотя это травмоопасно. Здесь, вон, тоже за кустами тоже руины. Точнее, здесь приступили к сносу. На следующем повороте поверните направо. Корпусов. Да, это здесь, конечно, открывается. А раньше был какой-то... А раньше был могло... На следующем повороте поверните направо. химических продуктов. Теперь все это... Растащили на много маленьких организаций. Все это в аренде. Кто-то выкупил землю. Завод обанкротился. И все теперь вот так вот. Печально выглядит, как из Припяти. Конечно, с другой стороны это очень жалкое зрелище. О! Ой, какие здесь... О! Так, мне вроде как сюда... О-хо-хо! О-хо-хо! О-хо! Да, он должен наедать. О-хо! Я надеюсь, у меня прицеп там ничего не зацетет! О-хо-хо! О! О, стоп! О-хо! шоу прошел прицеп 8 процесс разрушения корпусов завода печально печально очень печально но видимо они уже ветхие поэтому непригодны для каких-то других нужд для нож производства вот тут вот щаник из права ворота здесь оказалось все друзья чаю чтобы выехать еще пройти несколько инстанций это территория так все я на выезд ой везде в общем пробка продавалась но все не с места сахарилась вдруг кто какой метал отсюда увезет нахватает по дороге арматуры и заберет с собой на самом деле все это очень печально что такое могущественное наследие советского союза превратили в руины столько людей могло иметь место работы строить карьеру отбиваться каких-то высот а теперь все это перешло в частные руки и превратилось в то что превратилась в разруху вон знак главной дороги весь потрескался интересно какое количество рабочих работала советское время на заводе синтез наверное несколько тысяч это точно сколько дзержинцев были при работе но сейчас чтобы наше правительство не делало к сожалению население России вымирает многие мигрируют многие просто не хотят размножаться сегодняшние реалии ну ладно что это я такая на пессимизме то а вообще здесь чувствуется что нехватка кадров потому что и на проходной я пробу за пропуском ходила никого нету и охранник там разрывается один за всех и все за одного все на одного видимо зарплата копеечная поэтому люди не держатся пенсионеры уже в основном работают ох главное еще просочиться через этот выезд а здесь как раз для таких как я вот такая вот проездочка чтобы ничего им там не посносить спокойненько вот здесь вот проехать и это замечательно это замечательно иначе бы наверное все ворота были бы там коцаны ой 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 дорога конечно оставляет желать лучше ну ладно мне сейчас тем временем нужно остановиться знаете зачем в общем я решил особо не заморачиваться с видео и снимать для вас видео чаще поэтому сейчас остановлюсь чтобы подправить видео и выложить его на youtube как бы по идее вот все вот из Дзержинска точнее сейчас езжаю в Дзержинск потом выезжаю и по идее должна выйти на М7 потом идти на Муром и дальше вы знаете так 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 мне налево налево на этом перекрестке но не тут то было дело в том что чтобы мне свои интересы страховой предоставить да точнее машину предоставить на оценку нужно быть лично мне точнее собственнику а так как я в рейсе всегда всегда в рейсе поэтому мне сейчас надо ехать не на московскую трассу у меня есть кто? а нет никого а обратно на базу чтобы пулей лечаться к нотариусу о мне уже звонят ну в общем нас немножечко с вами отвлекли так что я делаю я сейчас еду на базу ставлю груженую машину пересаживаю свою бедную убитую Паджером Паджерой жизнью жизнью Паджера точнее не жизнью а Ниссаном и еду я к нотариусу он работает до пяти время пятнадцать-двадцать должна успеть чтобы оформить нотариальную доверенность на своего супруга о кажется так кажется я это сказала в общем все мчу ой все приехали ой вылазим вылазим так куда что идти то а вон нет сюда все друзья я поехала наконец-то я еле проснулась сейчас надо себя заставить кофе сделать вон дяденька зубы чистит мочалку повесил душный находил в общем надо как-то раскачаться вчера 400 км прошло сегодня не могу никак проснуться надо себя перебороть и ехать смотрите друзья какой ко мне я приехал гость выезжаю я с выгрузки пробираюсь через ростовские пробки на загрузку выгрузилась голова друзья не могла для вас абсолютно ничего вчера снимать потому что у меня очень-очень сильно болела голова я вчера выпила две таблетки аспирина одну таблетку анальгина и все равно ничего мне не помогло не помогло потом доехала до аптеки и купила миг и уже вот с мига моя голова прошла я конечно не знаю может быть это как-то связано с аварией потому что когда был толчок у меня после этого длительное время была непонятная боль в шее но потом все прошло и я особо этого внимания не уделяла но вчера была головная боль но может быть это просто вызвано переутомлением и что нужно побольше спать чтобы меньше ехать может быть этим но еще вчера меня 7 раз тормознули гаишник может быть еще это добавило в свой отпечаток ну а сейчас я еду сейчас у меня будет Змеевский переулок сейчас скажу как по навигатору правильно прям как змея сейчас Змеевский проезд сейчас я вам покажу он здесь тоже в пробке стоит он очень узкий для большегрузов вообще тут фурам ездить нельзя но то есть 63 00 нельзя через этот мостик через Змеевский проезд но все едут я не знаю где здесь объезд если вы знаете где объезд напишите в комментариях я обязательно в следующий раз при поездке в ростов поеду там где положено потому что когда едешь первый раз город навигатор без зазрения совести ведет через причем грузовой яндекс навигатор ведет через этот проезд оказывается что грузовой днем закрыт значит надо искать пути объезда в общем напишите если знаете где ехать да вот такой вот новатый здесь двумя сцепками разъезжаться ну не знаю так себе нормально я когда сюда и туда ехала на выгруз то разъехалась как раз с еще одной ну вот здесь мы уже поворот прошли поэтому нам тут не надо будет одиночкой с этого езжаться в принципе места хватает но зимой здесь наверное все таки бывает скользко хотя снег выпадает и быстро тает вот так достаточно крутые поворотики все поеду на погрузку в славный город Новочеркасск там кстати жил Чикатило перед тем как был пойман не знаю зачем эта информация но тем не менее решила я себя маленько тут отравить чебупелями да сейчас как раз 45 минуточка буду кушать вреднятину у меня такая красота получилась вы слышите этот шкварчащий звук у меня уже спинки потекли и покушали поехали дальше и конечно же конечно же не помыли окно на следующем повороте естественно я не помыла окно все уезжаю я опять на Каспий и еду дальше друзья еду дальше вообще мне эта дорога напоминает какой-то хайвей фривей в Америке вот именно Каспий не знаю почему вот такие вот виды здесь не знаю хотя я не была ни на фривеях ни на хайвеях но интересно было конечно прокатиться в американском дальнобое посмотреть страну посмотреть как живут люди внизу так сказать потому что действительно по факту получается что они снизу а мы или наоборот мы снизу а не сверху ну в общем земля то круглая поэтому тут не суть но интересно как они там себя ощущают как живут итак друзья я на выгрузке пошла я выгружаться всем пока подписывайтесь на мой канал и удачи вам на дорогах и